Всем привет, меня зовут Даша Исаева, это канал Даш. Сегодняшнее видео про будущее, которое наступит после карантина. Чего ждать, чего бояться, в каком виде вернется футбол, когда он вернется, и как можно его спасти. Непростое время, сейчас карантин или, как у нас это называют, самоизоляция. В любом случае я дома, и картинка сейчас стала значительно хуже, потому что я работаю без оператора, вот слепила из того, что было. Но надеюсь, что для вас главное все-таки контент, который я произвожу, а я стараюсь поддерживать качество, которое было до этого, так что будем продолжать как есть. В общем-то, раз сейчас у нас такой немножко нетипичный выпуск, то, я думаю, можно сделать такое лирическое вступление и сказать, что лично для меня эта пауза хоть сейчас и кажется какой-то катастрофичная, она действительно лишила мне работы, лишила работы многих друзей моих, многих моих знакомых, коллег, в конце концов, да. Все это очень-очень хреново для нас, но тем не менее я продолжаю работать, и самое главное, что эту паузу лично я воспринимаю как, наверное, подарок, потому что это дало моей нервной системе время на перезагрузку, время на то, чтобы в конце концов порисовать. Я художница, если вдруг кто-то не знает, кто-то забыл, и для меня вот этот шанс сделать что-то новое или сделать что-то старое, вернуться к чему-то старому, он очень много значит. Так что, ну, если вы не против, продолжим немножко лирическое вступление и посмотрим, чем я занимаюсь самоизоляцией. Вдруг кому-то это интересно. Ну, во-первых, отсыпаюсь как никогда, вроде прикольно поначалу, а потом каждый день как день сурка. Еще очень много рисую, и это не обычные мои портреты, а вариации эмблем английских клубов. Шеффилда, Уэнсдэ, Юнайтед, Лестер, Норвич, Вестбром, Арсенал-Сити, Ливерпуль. Экспериментируя с мейкапом, в этом вопросе я не просто девочка-девочка, но и начинающий художник. Читаю книги, до которых руки не доходили, и дышу свежим воздухом. Из окна, правда. Еще пытаюсь не бросать спорт. Моя крохотная однушка не спортзал, конечно, но в форме себя держать надо. Хотя иногда делаю послабление. Ну, еще, конечно же, ищу материалы для выпусков. Вообще, знаете, это забавно. Зимой я делала видео о том, что слишком много стало футбола, что не то чтобы мы от него устали, и у нас просто нет возможности его смотреть, но от него устали даже игроки и тренеры. И там Ливерпуль, Юрген Клопс ходят с ума, что у них один матч сегодня, следующий матч завтра. Клубы играют слишком много матчей, особенно крупные. И вот сейчас мы думаем над тем, как, проведя на карантине несколько месяцев, можно потом сыграть все, что забрал карантин. Но черт возьми, когда? Когда? Если даже при обычных раскладах мы едва укладывались. Национальные чемпионаты, кубки, еврокубки, турниры сборных. Все это наслаиваются друг на друга и образуют, простите за сравнение, змеиный клубок, который хрен распутать. В современности мы еще никогда не сталкивались с подобным, поэтому я даже предположить не могу, чем и когда это закончится. Поэтому вариантов с дальнейшей судьбой приостановленных чемпионатов еще много. Поэтому что мы можем сделать? Понять, как точно не будет. Во-первых, надо признать, что когда проблема с вирусом решится, мы не сможем взять и просто начать с того момента, где остановились. Понадобится время на набор формы. У кого-то истекает контракт, в конце концов. Некоторые клубы обанкротятся или, как минимум, будут в критичном убытке. Но реально, как вы себе это представляете? В июне-августе народ соберется и при новых обстоятельствах в совершенно новой атмосфере будет доигрывать старый сезон. Но окей, есть еще вариант с тем, чтобы как-то ускорить этот процесс. Играть без зрителей. Но лично мне кажется, что это едва ли защитит спортсменов и болельщиков, да вообще кого-либо от коронавируса, если он все еще будет. За организацией рядового матча АПЛ стоит сотни человек, а то и больше. Это сотни контактируют со своей семьей и еще черт знает кем. То есть вероятность заразиться невелика, но вы только представьте, если это все же случится. И вот вся лига снова сядет на карантин как минимум на две недели. Нет, если футбол вернется, он вернется в полном пакете. Нужно понимать, что любое итоговое решение по этому сезону не будет честным или справедливым вообще ни при каких раскладах. Потому что уже случилась эта пандемия, которая влияет на всех, которая угрожает всем, которая отнимает у всех ресурсы, отнимает у всех нервы. В Италии и Испании вообще просто катастрофа. Люди гибнут в огромном количестве. Британия, она только вот еще успевает за ними. То есть там темп нарастания жертв просто сумасшедший. И лично я не могу представить, что это закончится там через месяц, через два. Я думаю, что это будет длиться еще очень-очень-очень долго. К сожалению, это так. Откладывать все лиги и кубки на потом, чтобы при этом пострадали турниры следующего сезона, но это так себе мера. От чего можно избавиться, чтобы матчей в новом сезоне было меньше? Локальные кубки? Ну, для больших команд они погоды особо не делают. Команда АПЛ подключается только на поздних стадиях и иногда добровольно сами сливается. Потому что для ребят из премьер-лиги при желании это всего-то один-два матча, а вот для низов это кислород. Одна из немногих возможностей заработать. Закреплять результаты и закрывать сезон как есть, это очень жестко, потому что это ударит по тем, кто вылетит. Да и в принципе это как-то нечестно, не по-спортивному. Объявлять кого-то победителям или проигравшим, когда гонка-то еще не закончилась, когда есть время все слить или наоборот наверстать. Аннулирование всего тоже не привлекается счетом того, сколько сыграно и сколько в это вложено. И это только поверхностные выводы, ведь есть еще миллионы разных тонкостей, из-за которых клубы могут жестко влететь на деньги из-за телеконтрактов, спонсоров и прочих. Бельгия первая отстрелялась. Там брюги признали чемпионов, никого не выгнали, подняли две команды. Но справедливости ради, там они не сыграли всего один тур перед плей-офф, так что все было просто. Вот только UEFA запаниковала, пригрозила лишить еврокубковых мест и, по-моему, чисто, чтобы других припугнуть. Потому что в случае бельгийцев это самый адекватный исход. Подобное решение по РПЛ меня не просто не возбуждает, а вводит в ужас. Понятно, что Зенит чемпион, но там за еврокубки будет просто грызня. Что касается низов, то вообще не пойми, что будет. Ведь, ну, давайте откровенно. 16 команд для нашей лиги это много. По-хорошему, там должно быть хотя бы 14. 18 мы не просто не вывезем, 18 мы не переживем. И Англия это тоже касается. Плюс 2 команды, то есть еще плюс 4 тура. Это адское усложнение и без того плотного календаря. Поэтому, как бы жестко это ни было, новый сезон нужно начинать с 20-кой. В конце концов, было уже несколько прецедентов, когда англичане увеличивали количество команд до 22, и каждый раз спустя пару лет сокращали до 20. Потому что это слишком. Как вариант, совершенно серьезно предлагают на сезон не играть Кубок Англии и Лиги. Но, ребят, это будет трагедия, как я уже сказала ранее. И тут возникает вопрос морали. Кого опрокинуть? Либо 2-3 команды, которые выше всех в шипе, либо 2-3 команды АПЛ, которым не повезло оказаться в самом низу перед паузой. Думаю, если сезон в каком-то виде решат доиграть, что в принципе предпочтительней всего, то тема низов должна стать первостепенной. Возможно, командам, которые борются за выживание и повышение, стоит сыграть плей-офф, как это делают каждый сезон. Только сделать его расширенным, предположим, вместо 4 команд будут играть 12, ну и без ответного матча, чтобы сделать это более оперативно. Получается у нас 15 матчев, которые играются в 3 тура. Берем 6 последних команд АПЛ и 6 лучших в шипе. Образуются 6 пар, победители которых выходят в финал. Соответственно, после трех финалов есть 3 победителя, которые остаются, либо попадают в АПЛ. Дальше проигравшие в первом раунде. Также образуют 3 пары, и их победители выходят на тех, кто проиграл в финале. Получается второй финал уже для проигравших. И таким образом, через более сложный отбор, мы получаем вторую тройку для премьер-лиги. Подобную тему можно провернуть и с теми, кто сражается за Еврокубки. Разумеется, не трогая Ливерпуль, но и по понятным причинам Манчестер-Сити. Лично мне кажется, что организация таких вот мини-турниров займет намного больше времени и ресурсов, чем организация еще 10 туров. Настали очень тяжелые времена, и здорово, что футболисты это понимают. Во всех лигах уже обсуждают сокращение зарплат на ближайшие месяцы. Многие уже спокойно согласились. Но вообще убытки ожидаются настолько колоссальными, что даже большие клубы увольняют сотрудников. Почти все встало с начала марта, и эта внезапная пауза уже причинила огромный ущерб как малому бизнесу, так и большим предприятиям. Вообще считается, что из-за коронавируса все авиакомпании могут обанкротиться, как и большинство туристических агентств, отелей, ресторанов и прочее, что существует на деньги туристов и гостей. В футболе, разумеется, на этом все повязано не настолько жестко, но тоже довольно ощутимо. И чем меньше клуб, тем более он зависим от посещаемости. Есть риск, что пандемия коронавируса сделает банкротами и многие футбольные клубы по всему миру. И более всего их должно быть в Англии, потому что их в принципе больше. Ведь даже в пятых-шестых лигах там задействовано приличное количество людей, и траты там тоже серьезные. Вроде сейчас договорились, что премьер-лига выделит 125 миллионов в помощь командам от чемпионшипа до пятого по статусу дивизиона. Но этого слишком мало для сотни команд. А если говорить о глубокой нон-лиге, то страшно представить, что будет с этими командами. Ну, готовимся к худшему. Кстати, следующий выпуск будет в каком-то смысле продолжением этого. Он будет про футбольных банкротов. Как клубы теряли все и исчезали. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы, потому что я буду выпускать их раз в неделю. Попробую по понедельникам. Ну, а там как пойдет, все-таки коронавирус никого не щадит. В общем, подписывайтесь и оставайтесь со мной. С вами была Даша Исаева. Пока. Субтитры подогнал «Симон»